Последний этаж, 60-й. Я насчитаю его последним, потому что там самые вкусные награды и кристалльчиков побольше. Одно из требований это отсутствие танка. Ну и без него в целом играется неплохо. Рекомендованное здоровье здесь, конечно, высокое. Это от 16 тысяч. Ну, что имеем, то имеем, как говорится. 2,5 тысячи кристаллов просто так не валяются. В первые два хода мы уходим в защиту, потому что по персонажам, по врагам, точнее, урон будет нулевой. Начиная с третьего хода мы выхиливаем наших врагов. И начинаем выхиливать мы с Владом, потому что у него сам противный удар. Он бьет первую, третью, пятую позицию достаточно противными стычками. Поэтому чем быстрее вы его сольете, тем лучше будет. Ну, как сольете. Когда вы выхиливаете, то враг больше вас не трогает. Потом мы переключаемся на Гару и также его вылечиваем. Когда Гару вылечили, опять же переходим на Якума. И также его вылечиваем, не боимся. Больше Влад Дракула нас не тронет с Гару вместе, а Якума бояться нечего. Момент того, что как только вы выхилите Якума до 100%, на следующий ход убедите всех персонажей в защиту, для того, чтобы активировать скиллы, вернее, бапы, которые на нас накинули наши враги. И плюс у вас будет щит у каждого персонажа, потому что он генерируется в зависимости от максимального здоровья персонажа. Вторая волна. Начинайте бить с вешалки, потому что в вешалке один из противных ударов. Она бьет АОЭ. Это неприятно и может в некоторых нюансах больно очень по попе надавать. И еще обращаю ваше внимание, что как только вы убиваете одного из врагов, клоун накидывает всем оставшимся врагам 25% к атаке. Осторожненько обращайте внимание на это. Хотя, как только вешалка уходит, она самая жирнопьющая, уже сложности никакой нет. Плюс также на наших мальчиках есть бафы, которые удваивают урон с руки. Так что мы добиваем здесь нашего призрака и потом переходим на огонечек. Как только вы слили и огонечек, он хилит, ничего вам больно не делает. Как только огонечек умирает, клоун уходит, потому что ссыкло. Вот и все, что я хочу про него сказать. Вешалка противная. И все. Ну, клоун может тычить не очень. А так, просто жирное хп, хороший хил и крепких нервов, чтобы пройти 60-й этаж. Спешл я не буду снимать, то есть его прохождение, потому что смысла в нем не вижу. Скажу только, что на спешле рекомендуемое здоровье в районе 18-19 тысяч единиц, чтобы прям не больно было. А там уже на ваше усмотрение. И я вас поздравляю, вы прошли 60-й этаж башни.